Житель США разбогател, продавая людям лосьон, якобы защищающий от излучений вышек 5G. Хотя за чудо препарат гений маркетинга выдавал увлажняющий крем, от клиентов не было отбоя. Теперь одни пользователи соцсетей гадают, куда катится мир, а другие пытаются повторить бизнес-подвиг американца. Пока одни люди утверждают, что вышки 5G из-за неких излучений могут стать новым видом биологического оружия, другие успешно придумывают, как заработать на этом деньги. Воспользовался беспокойством соотечественников и предложил им действенные средства, якобы защищающие от вредоносного воздействия новых систем телекоммуникации. Мужчина начал распространять в интернете объявления, в которых писал, что он продает чудодейственные средства, нейтрализующие опасное влияние вышек сотовой связи. Это был специальный лосьон, и его, как утверждал американец, нельзя было купить в обычных магазинах. Своим предложением бизнесмен попал в яблочко. Люди начали скупать препарат, а объявления о его продаже появились в Фейсбуке и на сайтах крупных интернет-магазинов, таких как Амазон и Эбэй, за 20 и 80 долларов. Это примерно 1400 и 5600 рублей соответственно. И это, конечно же, была оптовая цена закупки. СМИ сообщает, что к такому моменту, как объявления о репелленте начали пропадать из интернета, их автор успел продать товары примерно на 500 тысяч долларов. Это 35 миллионов рублей. Американец также оплачивал положительные отзывы о своем препарате, чтобы окончательно запутать скептиков. Миф о пользе магического репеллента зашел так далеко, что развенчивать его пришлось научным путем. Рекламируемое средство было проверено в независимой лаборатории. По словам Леви Брукса, одного из сотрудников учреждения, а по другой версии покупателя, в банке был обычный крем. Мы получили одну такую банку с препаратом, якобы защищающим людей от вышек 5G, и отнесли его в лабораторию. Оказывается, внутри был увлажняющий лосьон для тела, смешанный с вазелином. Впрочем, некоторые пользователи сети считают, что безымянный предприниматель гений. Вот несколько сообщений с Фейсбука с такими отзывами. Мы упустили возможность, а чувак просто гений. Только представьте себе удивление мошенника, когда люди действительно стали покупать его средства. А потом люди удивляются, почему наша страна катится ко дну. Кто-то даже пытается повторить успех парня. Вдруг повезет. Я и моя двоюродная сестра продаем лосьон против вышек 5G. Напишите мне личное сообщение, чтобы получить специальное предложение. Просто хочу, чтобы все знали, я тоже продаю средства против 5G. Доктор из США тоже решил заработать денег нечестным трудом. И заявил, что разработал вакцину от коронавируса. Медик даже наладил продажу препарата клиентам. Но теперь ему светит тюрьма. Мужчину раскусили агента ФБР. А выдало мошенника всего одно слово. Доктор из США решил, что нашел препарат от коронавируса. И стал его продавать пациентам под видом настоящего лекарства. Но оступился. Агенты ФБР вывели мужчину на чистую воду. И узнали, что он мошенник. А его средства – экспериментальные вещества с сомнительным эффектом. Доказать это полицейским помог один верный вопрос. Лицензированный врач Дженнингс Райан Стейли из Калифорнии. Решил воспользоваться паникой вокруг пандемии коронавируса. И придумал, как на ней заработать. Вместо того, чтобы сражаться с COVID-19 на передовой. Он взаимодействовал с пациентами иначе. Под видом лекарства от инфекции. Райан стал продавать людям некие препараты. Уверяя, что они сделают их организмы невосприимчивыми к штамму. И вылечат зараженных. Агенты ФБР начали расследование по делу Стейли. После того, как в конце марта спа-салон Skinny Beach, которым владеет врач, отправил клиентам по электронной почте письма с рекламой лекарства от COVID-19. В брошюре указывалось, что некий препарат состоит из гидроксилорохрина и азитромицина. И действует только вкупе с антитревожными процедурами. Гидроксилорохрин и хлорохрин. Аутоиммунные препараты, разработанные для лечения малярии. Первый, который также принимает пациенты с волчанкой или ревматоидным артритом. В сочетании с азитромицином экспериментально используются врачами для улучшения состояния больных с коронавирусом. При этом ученые до сих пор не определили, насколько препараты действительно эффективны против штамма. Поскольку исследования их влияния дали неоднозначные результаты. Представители органов здравоохранения по всему миру предупредили людей, что получить точный ответ им позволят только дополнительные тесты. Впрочем, доктору Дженниксу не были нужны доказательства. Ведь со своим мнением он уже определился. В письмах потенциальным покупателям мужчина описывал препараты как чудодейственное средство и волшебную пулю. Тем не менее, его клиента заподозрили неладное и пожаловались в Федеральное бюро расследований США. В результате агент ВБР к прикрытиям связался с врачом и выдавая себя за клиента, который хочет купить 6 упаковок лекарства для себя и своей семьи, попросил мужчину объяснить, насколько эффективно продаваемое им средство. В ответ Стейли назвал препараты удивительными и целебными, а также уверил, что они со стопроцентной гарантией вылечат от коронавируса. Это и профилактика, и лечение. В это трудно поверить, ведь это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это уникальное клиническое явление. Агент решил дать медику последний шанс и задал последний проверочный вопрос. Я правильно понял? Если я куплю у вас лекарства, то это будет в значительной степени гарантией того, что ни мои дети, ни мой папа, ни моя жена, ни кто-либо из нас не заболеет. Но если заболеем, то все равно вылечимся. Доктор ответил, что гарантирует такой результат, и это выдало его окончательно. Слово гарантия – это прекрасный флажок, потому что в этой жизни нет никаких гарантий, особенно в случае с COVID-19, объяснил агент ФБР. Позже Райан опровергал, что использовал слово «гарантия» и обещал стопроцентное излечение от вируса, но телефонные записи говорили сами за себя. Вердикт преследователя правосудия был жестоким. «Мы не потерпим мошенников, которые пытаются извлечь выгоду из проблем, вызванных COVID-19, и пользуются страхом перед пандемией, чтобы обманывать и обкрадывать людей», сказал прокурор Роберт Брюер-младший. Впрочем, адвокат врача считает, что его клиента обвиняют беспочвенно. В течение нескольких недель эти два препарата рекламировались везде. Теперь все изменилось, и никогда не судимый ветеран, и доктор Стейли пойдет под суд. Эти лекарства нужны, и есть много разных людей и организаций, которые считают, что они помогают. Впрочем, вот такие вот достаточно веселые новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я уверен, что этот выпуск понравился каждому, и вам было интересно послушать эти истории. Впрочем, хотелось бы сказать, не повторяйте подобные эксперименты, ведь действительно пандемия наносит большой урон нашей планете и здоровью многих людей. Лучше берегите себя, берегите своих близких, соблюдайте меры профилактики, социальную дистанцию, и все у нас будет хорошо. Будьте здоровы, подпишитесь на канал, если не подписались, обязательно поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...